Праздник праздников и торжество из торжеств. Тысячи православных верующих встретили светлое Христово воскресение в храмах Одессы. Ночное пасхальное богослужение в Спасопреображенском кафедральном соборе возглавил митрополит одесский и измаильский агафангел. По окончании богослужения одесситы по традиции освещали свои пасхальные корзины и радостно приветствовали друг друга. Христос воскрес, воистину воскрес. Подробнее о главном празднике для всех православных христиан смотрите в сюжете корреспондентов телеканала Репортер, которые в эту пасхальную ночь также побывали в Спасопреображенском кафедральном соборе, храме святой мученицы Татьяны, а также храме Иоанна Богослова при Международной академической школе Одесса. Среди православных праздников светлое Христово воскресение занимает центральное место. Это самое важное и торжественное событие в году для каждого православного христианина. Великий праздник, Сын Божий, пришел на землю, победу жизни над смертью и грехом. В честь Светлой Пасхи высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную божественную литургию в Спасопреображенском кафедральном соборе Одессы. Именно благодаря митрополиту Одесскому и Измаильскому владыке мы имеем счастье находиться в этом храме. Он же был восстановлен. Многие одесситы непосредственно приложили максимум усилий. Кто средствами, кто своим трудом, кто молитвами восстановили вот эту жемчужину. В прошлом году мы не имели такой возможности находиться в храме и поэтому оценили то, что сегодня мы имеем такое счастье и такую возможность поздравить друг друга и помолиться именно в храме, где правит сегодня праздничную службу митрополит Одесский и Измаильский. В пасхальную ночь традиционно совершается крестный ход вокруг храма. Это символизирует шествие церкви навстречу воскресшему Господу. Затем крестный ход останавливается в храме. перед закрытой дверью, как перед входом в пещеру гроба Господня. Под пение «Христос воскресе из мертвых» двери открываются, молящиеся входят в храм и начинается пение пасхального канона. Пасхальная литургия особенно и не похожа ни на одну другую церковную службу. Атмосферу создают священнослужители, облаченные в праздничные одежды, пение церковного хора и колокольный звон, заполняющий все пространство. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский за пасхальной заутренней прочитал слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху, после чего были зачитаны первосвятительские послания предстоятелей и правящего архиерея Одесской епархии. Незадолго до Пасхи Одесская область вышла из красной карантинной зоны. Однако сохранились обязательные меры безопасности. Все прихожане, посетившие божественную литургию, были в масках. Но такие ограничения никак не повлияли на настроение одесситов. Православные верующие счастливы снова встречать Светлую Пасху в храмах. Многим даже удалось причаститься в этот самый главный для всего православного мира праздник. Пасха – это очень великий праздник, светлый праздник души, состояние души, можно так сказать. Что значит прийти сюда? Это долг, наш долг. Надо отдать честь, побывать на службе, подумать о прошедшем, о будущем, о хорошем. Ну это праздник. Это праздник. Это самый светлый праздник в православии. Христос воскрес. Ну как же не прийти? Ну как можно сидеть дома? Агафангел – это наш, конечно, владыка. Эта неделя, она была, ну, страстная неделя. Очень много службы разных были, которые надо приходить в храм. Вчера ничего не кушали. Не кушали. Водичку пили. Ну, как полагается, по православию так и делаем. Мы в этот храм на Пасху ходим уже, наверное, в течение 10 лет. Он действительно пасхальный. Атмосфера здесь замечательная. Он большой здесь. Очень много людей может поместиться. Ну и прекрасно, что много есть места. Это тоже плюс. И с детками тоже удобно. Вы знаете, я вот недавно подумала, сколько времени, если идет мой любимый фильм или любимое ТВ-шоу. Я же буду сидеть и смотреть возле телевизора. А почему я не могу посвятить это время Богу? Эти 3-4 часа, которые мы проводим у компьютера, в соцсетях. Мы же можем точно так же посвятить Богу. И я жду очень каждый год этого праздника с нетерпением. Православные традиции чтут и самые маленькие одесситы. Всеношную службу вместе с родителями посетило большое количество детей. Ведь Пасха – это праздник праздников и торжество из торжеств. Помню, с детства мы приходили. Это такое какое-то таинственное воспоминание. И вот сегодня мы решили частично это повторить. Вышли только что, решили пойти домой. А потом думаем, нет, ну это же такое благословенное время. Надо обязательно все-таки побыть хотя бы часик. Важнейшие для всех верующих слова. Христос воскресе. Воистину воскресе. Зазвучали в эту пасхальную ночь и в студенческом храме святой мученицы Татьяны. Многие одесситы посещают эту церковь с момента ее открытия. Вот уже более 10 лет. Мы построили храм, единственный в Украине студенческий храм святой мученицы Татьяны. Сегодня одесситы имеют возможность прийти и помолиться. Сегодня и студенты, и преподаватели, и прихожане находятся в этом храме. Он является одним из, ну, наверное, самых посещаемых. Духовная культура, она, конечно же, требует особого, чуткого отношения к себе. И вот в данном случае Сергей Васильевич Кивалов, он заботится в том числе и об этой составляющей высшей духовной, составляющей духовного воспитания поколения и наших сограждан. Вот этот храм святой Татьяны построен по его почину. Поэтому, конечно же, верующие прихожане неблагодарны этому храмоздателю, который уже построил не один храм. Дорогие братья и сестры, я хочу, во-первых, поздравить всех с этим великим радостным праздником Воскресения Христова. О том, что прошел великий пост, долгий пост, пост, который действительно является трудным поприщем. Но, как мы знаем, все настоящее, оно и приобретается именно с трудом. Поэтому пусть, дорогие, пусть этот труд, который мы предприняли в посту, в этот праздник Воскресения и в дальнейшие дни, до Дня Святой Троицы, конечно же, раскрывается в обильных дарах божественной благодати, которая пусть всех нас соединяет в любви и единомыслии, заботе друг о друге, крепкой вере и радости. Христос Воскресе! В каждый праздник в храме Святой Мученицы Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана очень многолюдно, но в пасхальную ночь особенно. Прихожане съезжаются со всех районов города, так что церковь едва вмещала всех желающих. Або освятить свой кошек, интересно посмотреть, какие наполнения в разных местах и в разных областях кошек. И они отличаются, и это тоже интересно. И я считаю, что это, безусловно, великое свято для всех прихожан этой церкви. Праздник, который, наверное, передается из поколения в поколение, еще начиная с наших прабабушек, прадедушек, светлое Христовое воскресенье, когда, наверное, Иисус нам подарил жизнь, светлое будущее. Поэтому, соблюдая все наши религии и традиции, считаю, что это долг просто прийти, посвятить праздник, да, семью, ответить за семейным столом, отпраздновать. Ну и пожелать всем крепкого здоровья, мира. Христианская культура в Одессе развивается, и, к счастью, у нас и молодежь, и жители нашего города имеют прекрасную возможность побыть наедине со своими мыслями, побыть наедине с Богом в прекрасных храмах, которые поражают своей и архитектурой, и энергетикой. И это, конечно же, благодаря двум почетным гражданам Одессы, это митрополит Агафангел и почетный гражданин Одессы, Одесской области Сергей Васильевич Гивалов. Всеношное пасхальное богослужение прошло и в новом храме Иоанна Богослова при Международной академической школе Одесса. В каждом действии, в каждом слове, в каждой детали праздничной службы – радость о воскресшем Христе. Мы осветили полгода назад храм Иоанна Богослова в Международной академической школе и совместно был освящен нашим митрополитом кийским и всей Украины Ануфием совместно с митрополитом одесским и измаильским Агафангелом. И в нем принимали участие в освящении и студенты, и ученики, и жители нашего города. Сегодня он действует, сегодня служба там. Вот, наверное, это радостные такие дни. Я думаю, что через некоторое время у нас будет возможность и счастье открыть храм. Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся, это, подчеркиваю, что Одесса – православный город, что Одесса соблюдает те хорошие, добрые традиции, которые были заложены в новых веках назад. События, которые предшествовали возникновению праздника Светлого Христового Воскресения, описаны в Новом Завете всеми четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Спустя уже почти две тысячи лет, весть о воскресении Христовом по-прежнему дарит всем верующим надежду на вечную жизнь в Царстве Небесном. Самый светлый и самый радостный праздник в году символизирует духовное обновление, пробуждение для новой жизни, когда, кажется, вся природа радуется и расцветает. Этого события православный человек ожидает целый год. Почему? Да потому что Господь своим воскресением дал возможность каждому человеку и всему человечеству обрести и жизнь вечную, и воскрешение как плоти, так и души. И, конечно же, пасхальная радость, она непередаваема словами. Каждый человек может наблюдать и чудо сошествия благодатного огня, чудо особой атмосферы во время храм, во время богослужения в храмах. Это когда человек, весь пост идет к тому, чтобы встретить воскресшего Христа, достигнув этой кульминации, он получает массу переживаний и внутренних таких духовных эмоций. Это не просто застолье дома или вкушение определенного рода пищи, пасхальных яиц, куличей. Нет. Для православного человека это смысл всей жизни. Храм Иоанна Богослова обрел множество прихожан еще на этапе строительства. А после того, как был освящен митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием, а также митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом, здесь вовсю кипит жизнь. Одесситы посещают храм в праздники, а также приходят просто помолиться. Так Господь управил, что я являюсь преподавателем воскресной школы, поэтому так сложилось в моей жизни, что мы еще начинали, когда храма не было. Воскресная школа образовалась раньше. Мы преподавали закон Божий в соседнем помещении. Я помню, как два года назад тут были голые стены, ремонт, и мы приходили сюда и молились Богу, и просили Господа, чтобы как можно скорее мы могли быть в таком освященном месте, могли молиться Богу. Этот храм уже как дом. Я действительно чувствую себя здесь как дома, и все прихожане как семья, поэтому для меня не было выбора, куда идти на ночную службу. И по традиции, после окончания Божественной Литургии, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, а также духовенство Одесской епархии, совершали в храмах и на улице освящение пасхальных корзин с пасками и крашенками. Это неизменные атрибуты праздника Светлого Христового Воскресения, которое будет отмечаться до Вознесения Господня. Всех одесситов искренне поздравляю со Светлым Христовым Воскресением. Хочу пожелать, чтобы все были здоровы, счастливы, удачливы, и пусть нас всех хранит Господь. С праздником вас, с Христовым Воскресением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok